Легко, а мы подключились в более чем 50, и создали более чем 50 платежных модулей за полтора года. То это от них нелегко. И вначале мы пошли традиционным путем, пытались договориться с разработчиками о том, чтобы они интегрировали наш сервис. Причем все были за. Но вот в их планы мы вставали далеко не первым приоритетом. И за первые полгода удалось разве что 5 или 6 платежных модулей запустить. Поэтому мы пошли другим путем. Мы наняли молодого парня, который был менеджером направления, и плюс к тому он гениальный колер на досуге. И если с кем-то не получалось договориться, то он просто брал и сам разрабатывал нужный модуль. Ну и плюс мы отдали некоторые сервисы на аутсорс для тех людей, которые специализировались на конкретных вышках. Чем я хочу закончить, это в чем же важность кросс-маркетинга для Яндекс.Денег. Есть много показателей, которые можно иметь. Но ключевым остается прибыль. И вот от кросс-маркетинга мы получаем миллионы рублей дополнительного дохода в квартал. То есть то, что мы называем приводящестью, это новые клиенты, которых мы научились считать. Далеко не обязательно проводить денежные акции. Прекрасно работают исключительно пиарные акции с партнерами, которые приводят к тебе клиентов. Ну и, наконец, отношения с клиентами. Ну и Лена Сденглаху очень сильно за то, чтобы строить по-настоящему дружеские отношения с клиентами. И мы рады, когда их бизнес растет. И совершенно удивительно слышать, когда бывшие коллеги по Яндексу, которые запустили курсы онлайн-обучения языкам, и начали с нашей помощью сдавать пин-коды на бесплатные уроки. Так вот они звонят и говорят, ребята, мы с вашей помощью научились набирать новых учителей. Потому что конверсия из пин-кода, то есть бесплатного урока, в платной составила 3%. И мы просто не справлялись с заявками. Поэтому мы считаем, что кросс-маркетинг оправдывает наши усилия. Он приносит отличные результаты. И не надо придумывать велосипед. Просто делайте то, что уже работает. Спасибо за внимание.